Всем доброго утра или другого времени суток, у кого сколько времени не знаю, дорогие мои подписчики, девочки и мальчики. Сегодня я хочу показать небольшой очередной отчетик по текущему процессу «Царь зверей». Вот, напоминаю, это титульный лист набора от РТО. Вот такой он замечательный на черной конве должен появиться. Художник Елена Бруй на 14-м каунте. Вот результат будет готовой работы 27 на 29. Ну, вот так выглядит моя схема. Вышиваю я диагональной парковкой и с момента последнего отчетика я вот дошила вот эту вот диагональку. Ну, и так как голова этого льва у меня, сама работа снята со станка и натянута на деревянную рамку, вы это уже видели, то, естественно, вся полностью не помещается. Вот эта часть, наверное, у меня ушла свернута. И что же у меня на данный момент получилось? Та-та-та-там! Вот так. Сейчас я вот эти вот ниточки чуть-чуть уберу, чтобы не был он такой полосатенький. Вот столько у меня на данный момент отшито. Ну, я думаю, что это практически половина работы. Вон там его замечательный носик спрятался. Вот. Камера немножечко не передает настоящий цвет. Он все-таки будет более вот такой вот, он желто-рыжий. Вот он, наверное, как на картинке, такой и получается. Вот когда только убираешь, вот такой он и есть. Видите, а потом камера раз, и цвет меняет. Так что на самом деле, сейчас я так листик этот подставлю, вот такого он, желто-песочного такого вот, рыжего даже цвета на самом деле. Не знаю, почему так при попадании света камера меняет его цветность. Очень мне нравится этот отшив. Поближе к крестике, наверное, сфокусировать не смогу. Не берет мой фотоаппарат. Не хватает в нем мощности. Вот. На этой неделе, сегодня понедельник, неделя только началась. Я, наверное, отшивать его не буду на этой неделе, потому что сейчас ухожу на 4 дня на смену, а в субботу, 13-го числа у меня день рождения. Поэтому ни в субботу, ни в воскресенье мне, естественно, вышивать будет некогда. В субботу я жду гостей, а в воскресенье буду убираться и отдыхать после дня рождения. Так что он у меня на недельку будет теперь отдыхать. Такой вот замечательный мой Левушка. Мне так нравится вот эта складочка у него. Она такая придает ему мудрости. Как будто он так что-то так думает. Лоб свой сморщил вот тут вот. Потому что второй глаз как бы сморщил свой лоб и думает. Ну, царь. По-другому его больше не назовешь. Царь. Настоящий царь зверей. Вот сейчас цветопередача практически... Да, вот сейчас хорошо попала цветопередача. Вот такой вот он. Желтый. Апа, камеру. Как она сама, причем самостоятельно. Раз, о, и меняет цветопередачу. Чего это зависит, не знаю. Вот не отодвигаю, не придвигаю камеру. Сейчас не дергаю. Не дергаю. А видите, как цвет меняется? То желтый, то вот начинает белесый. Ну, вот на самом деле вот он такой вот желто-оранжевый. Желто-рыжий, я бы сказала, не оранжевый. Ну, вот небольшой мой отчетик и все. А ну, заодно давайте покажу вам мамину дочу. Она такая маленькая, что отдельное про нее видео не снимаю. Вот она, она красавица. Она практически готова. Осталось вот чуть-чуть одной буквально ниточкой вот здесь вот зашить полотенце, которое накручено у нее на голове. Единственное, что мне не очень нравится, тут два цвета ниток вот здесь, два цвета, 958 и 959. Но они до того совпадают, что вот между ними границы вот практически чуть один светлее, один темнее. И вот эти вот как бы складки полотенца, которые должны за счет вот этих цветов тут вот играть, их практически не видать. Вот прям маленечко-маленечко, один темнее, один светлее. Ну, мне бы хотелось как бы больше такой естественности сложенного полотенца, да, вот этих складок. Ну, прям совсем. Может быть, конечно, если там как-то будет по-другому цвет падать, свет. Может быть, будет как-то по-другому. Ну, вот осталось совсем чуть-чуть одной ниточкой. Сейчас я пойду это дошью. И останется сделать бэкстич. После того, как я сделаю бэкстич, ну, на всего, скорее, отдельно не буду снимать видео, а также где-нибудь в отчете со Львовым вместе, или, может быть, с Хаедом, я вам покажу результат готовый. Ну, и на этом прощаюсь с вами. До следующих видео и встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok